А вы не пользуетесь навигатором, да? Ну, я могу навигатор в багажник бросить и куда надо ездить. Я могу сейчас выключить и в аэропорт дверь у вас высадить. Я вхожу в тройку лидеров таксиста в Москве. Да? Да, конечно. С наступающим вам. Да, вас также с наступающим. Приятного аплодита, здоровья, удачи вам. Вам тоже все самое нахорошее. Уважаемые пассажиры и гости, аэропорт информирует вас, что... Спасибо, здоровья. Защита запрещена. Привет, это эконом-класс, канал о путешествиях и о том, где взять деньги на эти самые путешествия. Наверное, уже лет семь я с дочкой не встречаю Новый год в Москве. Мы уезжаем куда-то подальше. Почему-то нам кажется, может быть, мы отчасти и правы, что только в непривычной для нас обстановке мы можем испытать какое-то чувство праздника и попасть в какие-то необычные путешествия. А, например, 2020 год мы встречали в Китае. Солар прямо при нас. Ее разделывают и раскладывают по тарелочке. В Китае мы пролетали как раз недалеко от того места, где китаец или китаянка на каком-то рынке съели сырую летучую мышь, а потом перезаразили неизвестным вирусом весь мир. И поэтому, где встречать 2021 год, у нас выбор был небольшой, и мы решили с дочкой рвануть в Стамбул. Кто бы знал, что именно как раз на эти дни в Стамбуле был чуть ли не самый жесткий в мире локдаун. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семь лет я не была в Стамбуле, помню площадь Султана Ахмед, которая была переполнена людьми, так что дышать невозможно было. И вот я снова в Стамбуле, локдаун. И посмотрите, что происходит. Площадь Султана Ахмед пустая. Это девять часов вечера, когда самая гульба. Это моя дочка. А здесь пусто. Так начинается празднование Нового года в Стамбуле. Я долго мечтала, как отметить его нестандартно и что-то вам интересное новое рассказать. Новое в смысле то, что не рассказывали другие блогеры. Ну, хотя бы вот начало, пустая площадь Султана Ахмед, это уже впечатляет. Так что поехали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, ладно, подумала я. Утро вечера мудренее. Но на следующий день меня ожидал настоящий облом. У меня в отеле очень плохой завтрак. В связи с локдауном они накладывают на тарелку еду, закрывают это пленкой и потом прям в холодном виде так и посетителям подают. И захотелось мне позавтракать в какой-нибудь турецкой таверне вот этими огромными турецкими завтраками с сырами, там, с кебабами и прочим. В общем, ребят, я обошла пол Стамбула. Все кофейные закрыты, все рестораны закрыты. Стоят в одиночестве хозяева и служащие. И грустно смотрят на проходящих посетителей. Так что придется мне голодать. Но я же мечтала быть стройняшкой. Мечту о стройности разрушил ароматный, аппетитный, коварный турецкий бублик, который я быстро схомячила на той самой вчерашней площади Султан Ахмед. Кстати, днем она выглядела повеселее. Из отеля высыпали иностранные туристы, организованными группами, а также семьями и поодиночке. Запахло бубликами, каштанами, говяжьими косточками. Настроение продавцов и бездомных собак заметно улучшилось. Правда, не у всех. Утолив голод физически, я решила отведать духовной пищи, то бишь на достопримечательности посмотреть. Итак, по правую руку от меня вы видите здание с огромным куполом. Это Ая София – всемирно признанный шедевр византийского зодчества. На его строительство ушли тонны золота, серебра и слоновой кости. В денежном исчислении это три годовых бюджета Византийской империи. По левую руку от меня, с другой стороны площади, еще один шедевр. Теперь уже османской архитектуры. Мечеть Султан Ахмед, или как ее в народе называют – Голубая мечеть. Не пустили меня в Голубую мечеть, сказали, без шарфа не пустим. А вот шарфы выдаются в отдельной кабинке. Честно говоря, я так брезгую, я не знаю, какое количество народу надела на себя эти шарфы. Ну, что только не сделаешь ради любви к искусству. Странно, она почему-то как-то посмотрела на меня очень подозрительно. Почему-то я вызываю многих недоверия. Местных полицейских, выдавателей шарфов. А шарф-то мой шарф. Если нас не взглянешь. Но, похоже, я… Сейчас точно никто на меня подозрительно смотреть не будет. Слушайте, мне до чего же я везучая, а? Ну, вы понимаете, приезжают все блогеры, и вся красота у них на ладони. А у меня все в лесах. «Take off your shoes and keep them with you in plastic bags». А, то есть ты берешь пластиковый пакет и в нем сохраняешь свою обувь. Ну что, ходить босиком по голубой мечети очень приятно. Вот какой красивый ковер. Он реально очень красивый. И говорят, что его обрабатывают каждый раз аэстетическим раствором. Хотела я вам рассказать о изумительных витражах, через которые свет проникает, и в мечети появляется необыкновенное сияние. Хотела рассказать о голубых израстах керамических, которыми оформлена мечеть, и поэтому она называется голубой. Но, ребята, меня ждало было. Все в лесах. Но раз не получилось повосхищаться мечетью номер один в Стамбуле, гляну-ка я на мечеть номер два. Мечеть Сулеймания, хоть и вторая по значению после голубой мечети, но зато превосходит ее по размерам. Пространство внутри огромное, но очень светлое. Дневной свет проникает через 136 окон, плюс горит необыкновенно стильная люстра. Ее дизайн и сегодня весьма актуален. Впечатление потрясающее. Мне сложно судить о впечатлении голубой мечети, потому что она вся была на реставрации, но мечеть Сулеймани, она, конечно, поражает масштабами, чистотой форм и безупречностью вкуса. Мемар Синан – это великий архитектор Османской империи. И он прожил долгую жизнь, он прожил около ста лет и создал около 400 монументальных строений, дворцов, мечетей во всей Османской империи. Эту мечеть Синан построил в XVI веке по заказу султана Сулеймана Великолепного, того самого сурового правителя из сериала «Великолепный век», попавшего в любовные сети красавицы-славянки Роксоланы. Кстати, Сулейман и его любимая супруга покоятся здесь же, в двух соседних павзолеях, расположенных во дворе мечети. Помимо грандиозного храма, Зочи возвел вокруг целый городской квартал с банями, медресе, кухней и библиотекой. Многочисленные купола средневековых бань очень живописно обрамляют изумительный вид на Стамбул. И еще пару слов о Великом Синане. Он оставил после себя не только мечети и дворцы, но и очень талантливых учеников. Самый известный среди них – Мехмет Ага построил Голубую мечеть. Другие ученики спроектировали средневековый мост в Боснийском Мастаре и воздушный Тадж-Махал в Индии. Все эти творения вместе с мечетью Сулеймания сегодня входят в список ЮНЕСКО как шедевры мировой архитектуры. Не хухры-мухры. От прошлого к настоящему пешком – ну, километра два. На набережной и площади Эминеню я ощутила дух современного Стамбула. Его можно услышать на певах Муйдзина, призывающего мусульман на службу. В криках уличного торговца, рекламирующего свой нехитрый товар. Его можно увидеть, наблюдая за здешними рыбаками и их группой поддержки. Дух Стамбула можно попробовать на вкус, отведав стамбульских бутербродов с жареной скумбрией или восточных сладостей на египетском базаре. Здесь много сахара и в речах, и во взглядах, и в местных напитках. Надо сказать, что у нас с турками совершенно разные представления о сладком. Ой, о горячую как. О сладком. Зашла в очень симпатичную кафешку, турецкую, и спросила официанта, what do you recommend me из турецких дринков? И он мне рекомендовал салофи. Сейчас еще вот о чем напишу внизу титрами. Говорит, это такой микс чая, мелко, молока, кофе, не очень сладкое. Вот принес. Пьешь? Я ощущаю, что такая сахарная река протекает у тебя внутрь, и слипается гордань, пищевод, и сейчас слипнется желудок. Вот теперь я понимаю, почему я всегда считала восточные сладости приторные. Пить это, конечно, сложно, но традиция есть традиция. Рахат луком, пахлава, казинаки. Этого добра в Стамбуле завались. Но если хотите праздника и театра в древних интерьерах восточного базара, отправляйтесь на египетский рынок. Мой проводник и помощник, турецкий друг Мурат, как и я, не любит восточные сладости. Но приехать в Стамбул и не попробовать рахат луком – это просто преступление против человечества. По-турецки это дубле чевтек хаврумыш. Чевтек хаврумыш. Внутри фисташки есть два раза. Два раза жареные. Жареные. Молодец. Луком с фисташками по мне самый вкусный. Он сделан на сахаре, а вот эти – на меду. Есть это по берберис. Есть по гранат. Есть по розово. Еще одно – это по сафран. Есть по ежир. Сейчас я буду пробовать барбарис. Очень вкусно. Для новичковых лукомы интересно. Сначала я сегодня съела кебаб, потом я съела пахлаву, потом я съела руку с фисташками. И ощущение, что я из Стамбула еду в два раза больше, чем приехала сюда. Существует две разновидности лукума – на сахаре и на меду. Сахарный – более традиционный и более доступный. Медовый стоит подороже и хранится не долго. Я за разумное потребление, поэтому выбираю сахарный лукум с фисташками. В вакуумной упаковке он может годами храниться. Следующий пункт моей программы – специи. В 17 веке, когда в Стамбуле появился египетский рынок, он как раз специализировался на индийских пряностях. А при чем тут Египет, спросите вы? А просто специи в Османскую империю везли через Египет. В лавке со специями обнаруживают разноцветные венки с какими-то сушеными заготовками. А что это висит такое вот там? Что это? Ну вот оранжевое, например. Вот это что? Да. Это паприка? Оранжевая паприка? А с ней черная? Да. Черная баклажан. Это на территории баклажан. А что делают с сухими баклажанами в Турции? Его на ватреста лет, 15 лет. Она мягко становится, фарширует и на духовке. Учитывая стоимость баклажанов в России, очень хорошая экономия получается. Продавец, который представился Али Бабой, пригласил меня в лавку. И тут я решила блеснуть своими кулинарными познаниями и задала ему вопрос на засыпку. А есть ли у него такая дорогая спиция? Ну как это на ше начинается? Шалфий. Вообще-то я перепутала его с шафраном. Я сейчас вам покажу. Ну такой желтенький. Мы шалфея любим добавлять в рис, чтобы он был желтенький. Не шалфей его звать, это его звать куркума. Нет, куркума и шалфей – это разные специи. Ну, желтый? Ну, эти куркума. Да, я куркуму знаю, а вот шалфей он другой. Я его узнаю из тысяч, но он не желтый. Разве такой шалфей? Вот, вот это что? Это называется куркума. Его звать куркума. Она похожа на шалфей. Было сложно. За терпение Али Баба был вознагражден. Я купила этот злосчастный шалфей и еще попросила копченую паприку. И тут Али Баба продемонстрировал тонкое мастерство надувательства. Смотрите, он по ошибке положил в пакет вместо копченой паприки копченый чили. Это что? Половину, мне только не надо. Это чего? Это паприка копченая? Я не могу копченую. Чего? А сейчас она идет быстро, оставься. Копченая чили – жутко жгучая специя. Я ее на кончике ножа добавляю в блюдо. Теперь мне этого пакета до конца жизни хватит. Спасибо обманщику Али Бабе и моему кулинарному невежеству. Стамбульцы – народ веселый, гостеприимный. Временами ушлый, а временами наивный. Прям стихами заговорил. Вот все эти люди, собравшиеся на площади именению, мечтают стать миллионерами. Долларовыми. Каждый год в конце декабря они выстраиваются в длинную очередь за счастливым лотерейным билетом тетушки Немет. И хоть самой тетушке, которая начала разыгрывать лотерею аж в 1928 году, уже давно нет в живых, ее имя по-прежнему ассоциируется с удачей и богатством. Самый большой куш в лотерее 2020 года – 8 миллионов лир. Это более одного миллиона долларов. Кто бы знал, что спустя 10 минут я сама вытащу счастливый лотерейный билет. И он будет бесценным. Пять минут назад меня чуть не переехал трамвай. Вы знаете, такой со мной впервые в жизни я никогда не смотрела в лицо своей смерти. Это реально ужасно. Здесь очень узкие улочки. По ним ходят трамваи и тротуары, но они просто на одного стройного человека. Я шла, разговаривала со своим турецким другом Муратом. Я слышала, что это гудит. Но, знаете, в Турции гудят везде. Все время сигналят, кричат. Поэтому для меня совершенно не вызвало никаких подозрений или осторожность этот гудок. И буквально за секунду до того момента, как трамвай у меня просто переехал, Мурат схватил, видимо, он увидел и прижал меня к стене дома. И передо мной вот проехал этот трамвай. Вы знаете, это реально за секунду передо мной проехало все. Вот когда он шел на длинный трамвай, я осознавала, что я вот просто могла оказаться под его рельсами. И вдруг я поняла, боже мой, короны, несчастные любови, потери работы, чего-то там еще. Ну, какая это фигня! Какая это фигня по сравнению с жизнью. Жизнь, она прекрасна. Очень хочу вам пожелать в преддверии, в конце 2020 и в начале 2021 года быть живыми и здоровыми. Это реально важно. И я очень надеюсь, что не будет больше поводов мне вам рассказывать об этих не самых приятных в жизни событиях, но реально мне нужно было выговориться. И спасибо вам, что вы меня выслушали. На следующий день я бродила по Стамбулу в поисках русского православного храма. Путеводитель предложил мне перейти по Галатскому мосту через Босфор в европейскую часть Стамбула и нырнуть в узкие улочки портового района Каракей. Из восточного колорита старой части города я попала в настоящую Европу. Правда, пустую и тихую из-за локдауна. И так мне захотелось выпить кофе с круассаном, и бог меня услышал. Вообще-то странная история. Я долго-долго искала, где позавтракать. Шла-шла-шла-шла и нашла какую-то кофейню очень симпатичную. Надо мной сжалился. Официант накормил меня круассаном и напоил меня кофе. Прогуливаясь дальше по улице, я вдруг обнаружила прямо на крыше дома купол православного храма. Я знала об этом. То есть я не говорю, что я не в курсе была, но так интересно, меня сами ноги привели к этому храму. И сейчас попытаюсь пробраться туда и рассказать, каким образом православный храм оказался на крыше жилого дома в портовом районе Стамбула. Так, интересно, как теперь пробраться на эту крышу. Сейчас будем искать дверь. О, Джонни Депп. Так, все закрыто. Все закрыто и нет ни одного хода. Может сюда попробовать? Ну-ка, что это у нас такое? Это, это у нас офисы. Офисы. Угу. Я не знаю. Господи, все такое заброшенное. Неужели никто в этот храм не ходит? О, о, а это что? Тоже какой-то храм. Есть даже место для охранника. А нет, это курилка. О, закрыто. Ау-у-у. Люди. Как же сюда попасть? Вот еще. I'm sorry. Can you help me? I need to get to the roof. To... Church is closed? Close. How long? Near the roof. Пока я ищу вторую церковь, расскажу вам, как, собственно, они здесь оказались. Near the roof. Дело в том, что Стамбул всегда был такой точкой притяжения для русских паломников. Сначала был Царьград как священный город, а потом Стамбул был перевалочным пунктом для паломников, которые затем направлялись в Новый Афон и Иерусалим. И в конце XIX века стало так много, что специально для них были построены в районе Каракей, это такой портовый район Стамбул, специально были построены дома для русских богомольцев. И на крышах этих домов построили церкви. То есть, представляете, такой достаточно восточный район, мусульманский, с деревянными домишками, и там стоят каменные дома с русскими куполами. Но вот этот храм Андрея Первозванного, который я снимала, снизу вы поняли, что он сейчас закрыт. Я пытаюсь найти другой храм. Вот, церковь Пантелеймона, шестой этаж. Винтовая лестница, темно. Фонарик. А, работает. Такие квартирки. Позвоните здесь. Здравствуйте. А можно я поснимаю здесь? О, это тяжело-тяжело. Почему? Это же редкий случай православный храм на крыше. Я специально для этого Стамбул приехала посмотреть. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно я поснимаю у вас в храме? Настоятель разрешил снимать в храме, но рассказать о своем приходе не захотел. А жаль. Церковь Святого Пантелеймона, ютящаяся на крыше жилого дома, единственный русский православный храм в Стамбуле. Всего их было три, и принадлежали они русским афонским подворьям Ильинскому, Андреевскому и Пантелеймоновскому. Сначала исчезло Ильинское подворье, недавно закрыли Андреевское. В храме Пантелеймоновского подворья службы ведутся по воскресеньям и церковным праздникам. Со слов настоятеля на них приходят около сотни прихожан. Многие не умещаются даже на широких крытых галереях вокруг церкви. В начале 20 века в русских подворьях Константинополя нашли приюты и утешения русские мигранты, бежавшие от революции. В фильме «Бег» с юмором и грустью изображена жизнь русских эмигрантов в Константинополе. Бывшие офицеры торговали на улице, дворяне играли на шарманке, дворянки работали прачками. В 1920 году на берега Босфора прибыло около 150 тысяч беженцев из революционной России. Это были военные офицеры, аристократы, дворяне, ну то есть те люди, которые не разделяли идеологию советской власти. Перестань, перестань душу тянуть! И они все поселились в Европейской части Стамбула, в частности вот в окрестностях улицы Истекляль. Сегодня Истекляль – главная пешеходная улица Стамбула. А в 20-е годы прошлого века она называлась на французский манер «Грян-трю-де-Пера». В то время в Османской империи была мода на все французское. Здесь открывались самые шикарные рестораны и магазины по мотивам французских пассажей. Здесь тусовалось высшее стамбульское общество. Здесь находилось и находится по сей день русское посольство. И вполне понятно, что Истекляль стал местом притяжения для эмигрантов из России. Русские принесли достаточно много в Османскую империю. Они принесли сюда русскую оперу, классическую музыку, балет. Стали открываться балетные школы. Кроме того, русские, ну можно сказать, сделали гнездом разврата улицу Истекляль, потому что открылись кабаре, театры, рестораны, где появились борщи с пирожками. Кстати, здесь же на Истекляле в кабаре выступали очень многие русские звезды, в том числе Александр Вертинский. И по улице Истекляль фланировали голубоглазые женщины в укороченных платьях славянской внешности. В общем, русские аристократки заметно выигрышно смотрелись на фоне недостаточно консервативных турецких женщин. И по Стамбулу прошла волна разводов. Турецкие мужчины разводились со своими женами и бросали к ногам русских красавиц деньги, любовь, сердце. В общем, все, что могли. Они пропадали в кабаре и очень тратились на русских красавиц. Они, кстати, их называли «карашо». Центральные турецкие газеты обвиняли русских беженцев в дурном влиянии на турецкое общество. И в конце концов их потихоньку начали выживать из Турции. Сначала ограничили их срок пребывания в стране пятью годами, потом запретили работать без турецкого гражданства. Вообще русские эмигранты считали Стамбул временным пристанищем. Ну, кто-то надеялся, что они вернутся в Россию. А когда надежды пропали, то они уже уехали кто в Лондон, кто в Париж, кто в Нью-Йорк, кто в Прагу, кто в Берлин. И на «Истекляле» стала реже звучать русская речь. В 2020 году – обратная картина. «Истекляль» говорит по-русски. Турция оказалась одной из немногих стран, открытой для наших туристов. Стамбул так же, как и его предшественник Константинополь – город контрастов. Рядом с шикарными магазинами и дорогими отелями дети собирают подаяния, играя нехитрые мелодии. А старики – исполняя нехитрые песни. Если свернуть широкий фешенебельный стекляль в узкие переулочки, можно увидеть обыденную и совсем небогатую жизнь рядового стамбульца. В этих маленьких улочках в окрестностях «Истекляль» разбросаны очень интересные магазинчики. Я, например, набрела на лавку торгующую товарами для хамама. Любите ли вы хамам, как люблю его я? Долгое время я была любительницей русской бани. Но в последнее время туда стали ходить женщины с садом-мазокийскими наклонностями. Они считают, что крутая баня – это когда тебя обжигает до костей. А потом ты с криками индийцев выскакиваешь из парной и окатываешь себя ледяной водой. В общем, мне эти радости стали не близки, я от них уже далека. Может быть, просто стала старше, мне захотелось чего-то более гармоничного и нежного, и изящного. И поэтому я выбрала хамам. И сейчас я нахожусь в магазине банных принадлежностей для хамама. В хамаме ты представляешь себя наложницей, либо женой султана. Лежишь, возлежишь на теплых камнях, тебе делают пенный массаж. Потом тебя обмазывают маслами. Потом тебя ведут к султану. В общем, о чем это я, я забыла. Я хотела вам рассказать о полотенцах. Вот удивительные полотенца, которые делают в хамаме. Я не знаю, что они такое делают, но они никогда не бывают мокрыми. То есть ты вытираешься, потом отжимаешь полотенце, и оно становится сухим. Уникальное полотенце, самое лучшее для бани. Поэтому я очень рекомендую вам не проходить мимо хамамных магазинов и покупать вот такие штучки. Они очень пригодятся вообще даже и на пляже, и у себя дома в ванной, почему бы и нет. А уже в бане, сам Бог велел. Хамам для турков не просто баня. Это национальное достояние. В Стамбуле около 500 хамамов. Самый известный, дорогой, но ныне не действующий хамам на площади Султан Ахмед, баня Роксоланы. Честь и построить хамам по заказу жены Султана был удостоен сам великий мемар Синан. А в Музее исламского искусства можно увидеть драгоценные принадлежности для хамама. Тапочки, кувшин и тазик, сделанные золотом. Хамам, Султан, гарем. Игривые мысли привели меня в расслабленное медитативное состояние. Захотелось остановиться, выпить кофе и поглазеть по сторонам. Но тяжела жизнь видеоблогера. Надо же передать зрителю мое настроение. Так что знайте, когда блогер пьет кофе и смотрит вдаль, либо сидит у моря и смотрит вдаль, либо едет на кораблике и смотрит вдаль, в это время он думает не о вечном, а о том, не выпадает ли он из камеры, в ту ли сторону светит солнце, а в случае с неюными девушками не видны ли морщины, второй подбородок или размазанная тушь. Но вернемся к городу-контрасту в Стамбулу. Бедность может выглядеть по-разному. Так или так. Бедный стамбульский район Балат – это турецкий Манмартр. У вечно голодных художников нет денег на ремонт своих домов, но зато есть воображение и талант, чтобы превратить их в арт-объект. Цветные домики, узкие мощеные улочки, винтажные кафе и антикварные лавки. Ну, очень атмосферно. Можно прикупить какой-нибудь поизносившийся домик. Хоромы площадью 315 квадратных метров продают за 3 миллиона турецких лир. Это в переводе на рубли 30 миллионов рублей. Да за такую хибару! Есть в Балате и своя достопримечательность, выпадающая из общей стилистики этого места. Болгарская православная церковь Святого Стефана. Знаменита она тем, что полностью сделана из металла. В избежании поджогов. Ее так стамбульцы и прозвали – Железная церковь. Если сесть на паром, то отсюда можно добраться до азиатской части Стамбула. Паромы, курсирующие по Босфору, здесь такой же общественный транспорт, как метро и автобусы. И платишь за него единой транспортной картой, наподобие нашей тройки. И за столь небольшую плату получаешь несравненное удовольствие. Любуюсь видами Стамбула с воды, я жалела только об одном. Зачем я выпила свежевыжатый гранатовый сок? Гранат? Гранат, джюс, да. Ошалев от такого количества чистого железа, мой организм отказался его усваивать. И теперь даже легкие покачивания вызывали у меня приступ морской болезни. Обидно. До Нового года оставалось каких-то 4 часа, а мой организм был совсем не готов к потреблению шампанского с мандаринами. И все же, по сравнению с местными жителями, мое положение было куда выигрышней. Спустя 2 часа в Турции наступал жесточайший локдаун. Закрывали все торговые центры, магазины, кафе и рестораны, а местным жителям запрещалось покидать свои дома. На улицах разрешали гулять только туристам. Хватаясь за последнюю возможность понаблюдать за жизнью нетуристического Стамбула, я отправилась в модный район, в азиатской части. Хотела напоследок увидеть еще одно лицо этого многолекого города – молодежно-хипстерское. И увидела, как народ хватает последние часы перед локдауном. Сейчас 8 часов, через час наступит полный локдаун, и местные жители не смогут выходить из дома. Все они будут отмечать Новый год у себя дома. Была возможность у туристов отметить Новый год на улице Стекляль, открыть шампанское, поздравить друг друга с окончанием 2020 года. Но запретили, на Стекляле будет держать полиция и не пускать туда туристов. Так что посмотрим. Я планирую пойти к Голландскому мосту, может быть, там будет какой-то праздник. Но в любом случае, такого Нового года у меня еще не было. У Голландского моста, как вы видели, было пусто. Народу было мало, небольшие компании. Что-то мне стало скучно, грустно. Дочка моя пошла тусоваться со своими турецкими друзьями, поэтому Новый 2021 год я отмечала одна в номере. Ну, не совсем одна. Счастья вам в новом наступающем 2021 году. С праздником, дорогие друзья. Слушайте, я не сжалась, все было круто. Послушала поздравления нашего президента, посмотрела на наших певцов. То же самое я, конечно, могла сделать и дома. Но Стамбул добавил какой-то своей изюминки. С Новым годом! Будьте счастливы! За моей спиной знаменитый Галатский мост. Это еще одна визитная карточка Стамбула. Этот мост соединяет два берега Золотого рога. В XIX веке он был таким связующим звеном между типичной восточной частью Стамбула и изысканной элегантной европейской частью. Известно, что по заказу султана, очередного султана, честно говоря, я их не помню, проектировал мост сам Леонардо Винчи. Правда, дальше проекта дела не пошло, но эти проекты живы. А позже султан хотел привлечь к проектированию моста самого Микеланджело. Но неизвестно, по каким причинам флорентиец отказался это делать. Кстати, что объединяет знаменитые мосты Петербурга и Стамбула? Дело в том, что Галатский мост, так же, как и Питерский, разводный. Более того, по этому мосту проходит электрифицированная трамвайная линия. Поэтому Галатский мост один из немногих в мире электрифицированный и при этом разводной. А сегодня у Галатского моста определенное событие. Я не знаю, наверное, за много сотен лет Галатский мост совершенно пуст. Там нет ни одного рыбака. 1 января, локдаун. Все турецкие рыбаки сидят по домам, мечтают о том времени, когда жизнь придет в привычное, вернется в привычное для них русло. Если пустой Галатский мост явление архиредкое, то расположенный неподалеку вокзал Сиркиджи пустует уже около пяти лет. Находится на реконструкции. Если бы вы знали, сколько знаменитостей и богачей ступали по этому перрону и сверяли время по этим старинным часам. Вокзал Сиркиджи был построен специально для Восточного экспресса. Это такой поезд для богатеев, для фешенебельной и богатой публики, который соединял Европу и Азию. Начальным пунктом был Париж. Конечным пунктом в 1890 году, именно когда был построен этот вокзал, стал Стамбул. В этом поезде Стамбул посещали много знаменитостей. Например, Франц Иосиф, Елизавета II, Шарль де Голь и знаменитая Агата Кристи. Поговаривают, может быть, это легенда, может быть, и нет, что задумку своего детектива убийства в Восточном экспрессе пришла ей именно в поезде, а дописывала она уже его в отеле в Стамбуле. Я вам позже тоже покажу. А что тянуть, покажу прямо сейчас. Отель Пераа в окрестностях Истекляля – первый европейский шикарный отель Стамбула, построенный специально для пассажиров Восточного экспресса. Для конца XIX века здесь были такие супертехнологичные удобства, как «Лифт и горячая вода». Свой знаменитый детектив Агата Кристи писала в номере 411. А в номере 101 Ататюрк строил молодую новую турецкую республику. Этих и других знаменитых постояльцев здесь увековечили на отельный манер. Каждый желающий сможет поселиться в люксе Эрнеста Хемингуэя или Греты Гарбо. Но я все же за разумное потребление, поэтому продолжу рассказ о вокзале Серки-Джи. С 2015 года вокзал не работает. Здесь как бы сохранился дух, ничего не уничтожили. Сохранилось полностью здание, оно построено в духе европейского ориентализма. Что это такое, я не знаю, почитайте, это я тоже прочитала. Ну что-то, видимо, смешение такого европейского и восточного стилей, но оно чувствуется. Даже до сих пор неотреставрированный вокзал смотрится очень богато. Здесь изумительно красивые витражи, все отделано деревом. И, в общем, вокзал прям чувствуется запах богатых жизни, он прям здесь ощущается. Поэтому я вам очень советую его посетить. Еще один повод посетить этот вокзал. Здесь в 7 часов вечера в главном вестибюле начинают крутиться дервиши. Во-первых, сам вестибюль красивый, дервиши крутятся. В общем, стопроцентное удовольствие вам гарантировано. Дервиши начали крутиться не сразу. Сначала вышли трое музыкантов в прикольных высоких шапках и стали петь и играть на национальных инструментах. Прошло минут пять. Они все пели. Мы стали понемногу скучать. И тут появился он. Повезло тому уличному коту, который родился в Стамбуле. Местные коты упитаны, ухожены и совсем не боятся людей. Они не смотрят на тебя жалобным голодным взглядом. Они на правах хозяина города настоятельно просят тебя покормить их, потом погладить, ну а потом оставить в покое. Коты избалованы любовью стамбульцев. Рядом с домами, ресторанами и метро для них выставлены миски с водой. Не любишь лакать из миски – напоим из бутылочки. Не хочешь стоять в метро – уступим место. Замерз – погреем. А вот этого уличного кота по имени Табили, который днями напролет сидел, опершись на бордюр, стамбульцы даже увековечили. После его смерти поставили памятник, которому вместо цветов кладут корм и ставят стаканчик турецкого чая. Теперь вы понимаете, что музыкантов совсем не удивило появление на сцене местного вокзального кота. А зрителей даже обрадовало. Можно было весело провести время в ожидании крутящихся дервишей. И вот они появились. Закутанные в черные накидки, серьезные, нездешние. Но вместо того, чтобы крутиться, стали долго и по много раз друг другу кланяться. Мы снова заскучали и переключились на кота. Он зря времени не терял и собирал по рядам ласки и почесываний. Потом выбрал девушку посимпатичнее и пристроился у нее на коленях. И тут случилось чудо. Дервиши закрутились. На танец дервиши можно смотреть вечно. Так же, как на закат над морем, на кружащих чаек, на силуэты куполов и минаретов древнего восточного города. В Стамбуле хочется остановиться, вдохнуть морского воздуха, перемешанного с пряностями и сладким сиропом. И ощутить вкус простой и настоящей жизни. И ничто не способно испортить этот вкус. Ни войны, ни эпидемии, ни локдауны. Все проходящее. А Стамбул вечный. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok